приветствую вас на моем канале в сегодняшнем видео буду делать коррекцию смоделированных ногтей если вам интересна эта тема присоединяйтесь а с вами я миронова виктория вот такой выкладной сиреневый френч мы делали прошлый раз моей клиенткой на коррекции нам захотелось сделать что-то новенькое так что буду экспериментировать я думаю что ни для кого не будет секретом то что я коррекцию начинаю со снятия полностью старого материала я уже неоднократно рассказывала почему я делаю именно так и почему я именно снимаю весь материал они делаю частичную коррекцию так что не буду сегодня сильно акцентировать внимание вот на этом аспекте ведь думаю что уже все знают что за полимеризованный материал имеет свои сроки годности и лучше снимать старый материал чтобы и полностью заменить ведь потом никто в результате не хочет получить ненужные нам отслойки но и так начинаю стандартную процедуру подготовки кутикулы коррекции пушером подталкиваю кутикулу таким образом отсоединяя ее от ногтевой пластины теперь у нас получилось складка который будет удобно работать фрезой ведь чтоб не сейчас хорошо положить материал и у моей клиентки он не отслоился через пару дней мне нужно хорошо вычистить весь птеригий сначала работаю на форварде затем переключаю свой аппарат на реверс и работаю с другой стороны с помощью ножниц обрезаю омертвевшую кожу сейчас это делаю не совсем идеально даже не стараюсь это сделать потому что в конце еще буду шлифовать кожу алмазным шариком пилкой сужая свободный край а делаю это для того чтобы в конце когда я уже выкладываю весь материал у нас были красивые боковые стенки они просвечивался например старый материал либо же натуральный ноготь также пилкой прохожусь по поверхности ногти для того чтобы приподнять чешуйки которые будут лучше сцепляться с твердым материалом механически я уже подготовила ногтевую пластину коррекции теперь пришло время наносить вспомогательные жидкости изначально я наношу дегидратор который поможет извлечь из ногтевой пластины лишнюю влагу и уже потом наношу бескислотный праймер сегодня в качестве подложки использую обычный прозрачный гель который очень хорошо сцепливается с натуральным ногтем когда подложка подсохла в лампе приступаю к дизайну для свободного края моя клиентка выбрала вот такой очень 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 нежно сиреневый оттенок я даже бы сказала что он почти белый и если у вас нет такого оттенка ничего страшного можно взять простой белый фаст гель либо полигель этот материал наношу на половину ногтя причем к свободному краю материала должно быть больше а в сторону кутикулы материал должен сходить на нет работаю сейчас кисточкой смоченной в спирте она очень хорошо разглаживает материал и придает ему ту форму которая мне нужна когда наш кончик высох в лампе могу приступать к следующему этапу а именно беру камуфлирующий материал и выкладываю его в зоне кутикулы распределяем материал возле кутикулы возле боковых валиков но все-таки основную часть я оставляю в зоне апекса и совсем немного камуфляжа я натягиваю на наш цветник чуть-чуть его перекрываю разгладив весь материал отправляю руку в лампу до полной полимеризации материала затем вытираю дисперсию и могу приступать к пилу на первом этапе я беру фрезу елка опиливаю торец а затем приступаю к поверхности хорошо прохожу в зоне кутикулы и боковых валиков так бы сказать сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь из-под внутри а также убираю остатки из старого выкладного френча это нужно делать обязательно ведь это будет просто некрасиво и уже наконец пилка и делаю поверхностный апел чтобы торец был более изящным использую фрезу юла как и всегда я стараюсь взять маленький алмазный шарик с красным маркером включить скорость на аппарате примерно 5000 оборотов режим форвард и зашлифовываю срез который остался после ножниц а также мелкие царапинки которые остались после работы с пилкой на боковых валиках перекрываю ногти топом без липкости а также мы с клиенткой решили добавить еще немного крупных страз чтобы маникюр стал более нарядным а я жду от вас комментариев пишите понравился ли вам такой дизайн и было ли сегодняшнее видео для вас хоть немного полезным а с вами была я миронова виктория до встречи в новом видео всем хорошего настроения